Наше сознание никак не вмещает идеи, одной идеи, о которой писали в своё время, говорили, сейчас, но иногда пишут это, что сатанизм – это реальное явление в мировой жизни народов. Причём под сатанизмом что подразумевается? Именно исповедание его, вера ему, служение ему – какое? Сознательное служение с культом соответствующим. Сатанизм – это реальность, так же, как реально любая религия не видит. Вы понимаете? Поразительное явление! Сколько споров о религии! Говорит, там, сатанисты какие-то убивают, и мы всё – ну, какие сатанисты? Ну, что это? Тёмные, тронутые, психически ненормальные люди. Нет! Это глобальное явление! Глобальное! В котором уже, оказывается, стоят люди самых высших эшелонов власти, которые издают вот такие вот постановления, решения, рекомендации, и мы не видим этого. Зачем это нужно? Почему по телевидению не показывать прекрасные сцены? Почему? Не учить добру, великодушию. Почему? Почему зло, убийство, кровь, насилие и разврат? Кому это выгодно? Зачем это? Пора бы задуматься над этим. Пора бы понять, что наш мир, ой, как не просто неоднороден, а он всё больше захватывается сатанизмом, сознательным сатанизмом. И то, о чём написано две тысячи лет тому назад, две тысячи лет тому назад же Евангелие написано, воплощается прямо в реальную жизнь. Антихрист – это как раз порождение всего вот этого сатанизма. И это будет сатаноподобный гений, который именно ведёт к развращению всего человечества, к убийству в нём всего нравственного, всего святого, всего чистого. Неужели непонятно это? Вот иногда, знаете, какой-то туман. видим зло и даже не думаем, откуда, а почему это надо видеть, для того, чтобы хотя бы в своих тех маленьких масштабах, в которых мы можем что-то делать, зная это, мы должны противостоять этому. иначе ничего мы не сделаем. И наш народ, как и другие народы, будут заживо уничтожены вот этим дьяволизмом. Распады семьи, которые мы видим, это только одно из явлений, а идёт распад всего. И самое главное – распад духа человека, духа его, когда уничтожаются уже все преграды, все препоны. Нет никакого же, скажем, никакого различия между добром и злом. Само добро уже высмеивается, само зло объявляется добром. Вот ещё здесь мы можем говорить, что голубизна – это извращение естественного порядка, что это люди с жиру бесятся. Скоро скажи это и под суд. Ещё пока у нас не под суд. На Западе уже под суд. Уже судебные процессы идут. Над теми пасторами, допустим, которые сам вона вдруг обличают и говорят – это грех, садомизм – это грех, это преступление против природы человека, под суд. Вы слышите, что? Правда, интересно? Ну, хорошо, но вы так живёте – живите. А почему под суд? Пожалуйста, обличайте, что жить естественно, и тоже – это грех. Нет! Запрет не сметь зло называть злом. Это добро. Антихрист. Христос – это добро против идёт этого добра. Это извращение жизни, которое проявляется в самых многочисленных формах. Субтитры создавал DimaTorzok.